МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Без открепительных ЦИК России упростил процедуру голосования по месту нахождения. Работа над ошибками. Новые правила реализации программы и комфортная городская среда. Вынужденный рост в Новочебоксарске подорожал проезд в общественном транспорте. 18 лет вместе с жителями Чувашии. Россельхозбанк планирует расширять свое присутствие в нашей республике. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с заместителем председателя правления банка Оксаной Лут. Стороны обсудили работу банка на территории республики. Россельхозбанк всегда плотно работал с правительством Чувашии. В частности, финансировал сезонные работы, вкладывал средства в реализацию инвестиционных проектов. Михаил Игнатьев назвал банк ключевым финансовым партнером. 18 лет Россельхозбанк на территории республики. И за эти 18 лет 63 миллиарда средств вложено и в реальный сектор экономики, и в агропромышленный комплекс, и в потребительском рынке. На сегодняшний день с каждым годом динамика растет. В отдельной версии практически 75% это сельхозтоваропроизводители Чувашской республики. За это время с помощью кредитной линии на территории республики было реализовано более 130 крупных инвестиционных проектов. Один из крупнейших и перспективных – строительство в Чувашии крупного инновационного тепличного комплекса с группой компании «Ренова». Теплица пятого поколения с бюджетом в более чем 6 миллиардов рублей. Соответственно, очень надеемся на то, что комплекс будет введен в эксплуатацию в октябре текущего года. И жители Чувашии получат очень вкусные продукты в виде помидоров и огурцов. Поэтому здесь мы планируем и дальше развивать это направление. Соответственно, поддерживать инвестиционные проекты и оборотное финансирование в агропромышленном комплексе и занимать здесь лидирующие позиции. Михаил Игнатьев подчеркнул, что республика будет содействовать реализации проекта. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Козловском районе. Там подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета. Подробности завтра в нашем информационном выпуске. Чуть больше месяца остается до главного политического события года выборов президента страны. В этом году ЦИК России значительно упростил систему голосования по месту нахождения, отказавшись от открепительных удостоверений. Как и где можно отдать свой голос, знают мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Шоклев. Владимир Званов в свой обеденный перерыв спешит в многофункциональный центр. Сегодня цель его визита одна – воспользоваться новой услугой, а именно получить талон о голосовании по месту нахождения. Здравствуйте. Я уезжаю в день выборов в другой город, я хотел бы проголосовать, вот как мне сделать, подскажете? Для оформления талона нужно иметь при себе только паспорт и знать точный адрес, где вы будете находиться в день президентских выборов 18 марта. Но есть одно но – услугой можно воспользоваться только один раз и только до 12 марта 2018 года. Владимир Евгеньевич, хочу вас предупредить, что данное заявление вы можете подать один раз. Если проголосовать по месту обращения в городе Москве у вас не получится, вы можете проголосовать по месту регистрации в Чебоксарах. Вся информация о поданных заявлениях хранится в общей базе данных. Ваше заявление определяет свои данные. Если все правильно, здесь встает подпись. С этого момента Владимир автоматически исключен из списка избирателей по месту регистрации в Чебоксарах и включен в избирательный список по месту фактического нахождения в столице страны. Вся процедура в итоге заняла 5-7 минут. Раньше это было по времени, очень долго, и необходимо было доказывать, показывать, рассказывать, почему-то ездить, командировочное. Не всегда это было удобно, и поэтому иногда получилось, что я не голосовала. На сегодняшний момент пришел в МФЦ, быстро, буквально, без всяких расспросов, взяли мои данные, и теперь я спокойно могу проголосовать в Москве. Это всегда ответственно. Вот, и поэтому я сам пойду голосовать, естественно, все мои родственники пойдут. Надо пройти и сделать свой выбор. Это даже не долг, это, скорее всего, даже обязанность голосовать и прийти на выборы, потому что таким способом мы изъявляем свое желание, показываем, кто нам импонирует, какой кандидат. Кстати, только в Чебоксарах новой услугой в первые же дни воспользовались почти 150 человек. Введена новая услуга, и мы сразу ощутили, насколько она востребована. Люди приходят не под нажимом, не под каким-то давлением. Но, пожалуй, самый удобный способ подать заявление – через сайт госуслуги. Достаточно лишь пройти по ссылке, заполнить электронную форму заявления, отправить его и 18 марта прийти на выбранный избирательный участок. Регистрация проста, бесплатна и занимает минимум времени. Именно такой способ и выбрала наша землячка Татьяна. Об этом она рассказала нам по скайпу. Я прописана в городе Новочебоксарск, но живу в городе Калининград. Раньше, чтобы мне тут голосовать, мне нужно было брать открепительное. На это времени совсем не хватало, а сейчас стало все намного проще. Я захожу со своего смартфона на портал госуслуг, подала заявку, и теперь я могу спокойно проголосовать здесь. Считаю, что выборы – это очень важное событие для всех граждан, и мы все обязательно должны воспользоваться этим правом проголосовать, которое дается не так часто нам, раз в несколько лет. Это хорошая возможность, чтобы сделать свою жизнь, свой город и свою страну немного лучше. Прием онлайн-заявлений также заканчивается 12 марта. А с 13 марта заявление можно подать только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. На их груди фотографии действующего президента страны и хэштег «Потому что Путин». В день регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты России группа активистов из Чувашии заявила о создании нового движения в его поддержку. Подошел к концу один из этапов избирательной кампании – сбор подписей. Центр избирком завершил выборочную проверку представленных листов. По ее итогам кандидатом зарегистрирован действующий глава государства Владимир Путин. Также успешно прошли проверку подписей пятеро выдвиженцев от непарламентских партий – Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабулин, Максим Сурайкин и Ксения Собчак. Это означает, что для их официальной регистрации кандидатами в президенты объективных препятствий не осталось. Дело за Центральной избирательной комиссией. Штаб Владимира Путина раньше других сдал необходимое количество подписных листов. Поэтому и решение о регистрации принято быстрее. Ранее были зарегистрированы выдвиженцы от парламентских партий – Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин – КПРФ. Им не требовалось собирать подписи в свою поддержку. На данный момент на главный пост в стране претендует 8 человек. Кстати, именно в день своей регистрации Владимир Путин обзавелся новой командой поддержки из Чувашии. Организаторы движения представляют различные молодежные и общественные организации республики. Кто-то волонтер, кто-то имеет большой опыт работы в общественных объединениях. Почему я хочу пойти на выборы? Потому что я хочу выразить свою активную гражданскую позицию. И я считаю, что каждый человек, каждый гражданин Российской Федерации должен выразить свою позицию и не оставаться в стороне. Каждый из нас поддерживает данного кандидата, потому что это сильный кандидат, а сильной России нужен сильный президент. Ну и поэтому мы решили создать вот такое движение для того, чтобы вовлекать нашу молодежь Чувашии, у кого такая же активная жизненная позиция, кто также активно поддерживает нашу кандидатуру, чтобы совместно выходить в образовательные организации, в школы, говорить ребятам, рассказывать о том, что зачем, во-первых, нужно идти на выборы и кто такой Владимир Владимирович Путин именно с нашей точки зрения. Участник движения Семен Семенов в этом году голосует впервые. Уверен, что отдать свой голос за Путина почетно. Я думаю, что это самый достойный кандидат из всех, кто, в принципе, может быть, потому что нам оказывается буквально каждому школьнику поддержка, и то есть появляется множество возможностей согласно создания российского движения школьников. Уже сегодня в социальной сети ВКонтакте у этого движения появилась своя группа. В марте жители республики будут выбирать не только президента страны, но и то, как и по какому проекту благоустроят общественные места в муниципалитетах. Об этом и других новшествах в реализации проекта формирования комфортной городской среды Ольга Пырочкина. Добро пожаловать на футбольное поле. Впрочем, футбольное оно, баскетбольное, волейбольное или полоса для прохождения препятствий, я не уверена. Когда в середине ноября прошлого года в Чувашии начали подводить итоги первого года реализации проекта о формировании комфортной городской среды, то стало ясно, что слово «комфорт» порой явно не вяжется с объектами, которые пытались ввести в эксплуатацию муниципальной власти. Вот посмотрите, вот эти вот железные части, они очень травмоопасны. Нельзя их оставлять, тем более вот рядом, допустим, вот с лазилкой с детской. В связи с этим в этом году ряд нововведений. С этого года все проекты благоустройства, все эскизные проекты, перед реализацией проходят согласование главным архитектором Чувашской республики. Александр Алексеевич у нас отвечает своей головой за то, что все проекты будут очень хорошие, достойные. Понятно, что есть определенные опасения, придет опять такой же нерадивый подрядчик, но решено было усилить контроль со стороны нас. То есть мы будем выезжать уже непосредственно при исполнении проекта и следить за качеством исполнения. Это касается и дворов, и общественных пространств. Впрочем, для последних есть еще новшества. Так с этого года в населенных пунктах с численностью населения более 20 тысяч человек, именно жители должны решать, какие пространства в городе благоустроить в первую очередь. Как отметили в Минстрое, делается это путем голосования. Срок до 10 февраля. Ну что ж, мы решили проверить, как это работает. И вот на сайте администрации Шумерли мы сразу обнаружили ссылку и переход на голосование. В случае с АлатРем вместо голосования информация о приеме предложений, причем в достаточно сложной форме. Ну а чебоксарцам, которые захотят проголосовать, придется зайти или завести Google аккаунт. И это еще не все. После того, как определятся места благоустройства, начнется голосование за конкретные проекты. Для этого назначены определенные дни. Некоторые муниципалитеты уже определились с датой проведения этого голосования. По выбору непосредственно эскизных проектов. В городах Чебоксаре и Молочебоксарске это будет 18 марта, воскресенье. Соответственно, по АлатРе сегодня обсуждали 20-е, в Шумере 16-е. Иными словами, чтобы городская среда действительно стала комфортной, жителям придется поучаствовать. И речь не только про софинансирование. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. С 6 февраля в Новочебоксарске подорожал проезд в общественном транспорте. Это коснулось и троллейбусов, и автобусов, и маршруток. При наличной оплате за билет в транспорте, новочебоксарцы теперь платят на 2 рубля дороже, чем раньше. Мои коллеги прокатились на троллейбусах в городе Химиков и узнали, почему льзы выбирают этот вид транспорта и с чем все-таки связано повышение тарифов. В 17 рублей наличными или 15 рублей по транспортной карте. Такова стоимость проезда в Новочебоксарском троллейбусе с 6 февраля. Электрический транспорт один из самых доступных для горожан. Сам дешевый транспорт. Троллейбус лучше, конечно. А почему? Можно с колясками зайти. А лично вы по троллейбусу? А мне удобнее троллейбусом ездить. Во всей точке города можно добраться. Здесь удобнее ступеньки ниже. Удобнее и уютнее. Молодым семьям, которые идут в больницу, удобный транспорт очень. А на этой, на маршрутке, неудобно. Люди все равно сажаются, многие на троллейбусе. Удобный транспорт. А были ли такие, которые недовольны сегодня с вами? Нет, не было. Некоторые знали, уже спрашивали, что 17 рублей сразу дают. Недовольных нет. Однако многие встретили подорожание без энтузиазма. Мне кажется, что это ненормально. Потому что многие, даже вот дети ездят туда, ладно, денег очень много затрачивает. Но мера вынужденная. Цены на билет не менялись с 2015 года. Троллейбусное предприятие Новочебоксарска работает в убыток себе и еле сводит концы с концами. За эти три года затраты на электрическую энергию, на водоснабжение и материальные затраты на ГСМ увеличились ежегодно. Тем самым экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в городском транспорте составил более 18 рублей. Мы вышли в администрацию с просьбой рассмотреть стоимость поднятия тарифа. На что администрация города Новочебоксарска рассмотрела нашу просьбу и приняла решение обоснованно поднять тариф. Подвижной состав Новочебоксарского троллейбусного управления не обновлялся уже несколько лет. Последние четыре троллейбуса поступили в 2014 по программе «Доступная среда». Так что расходов много. К сожалению, доходов даже с учетом повышения стоимости проезда на все не хватит. Руководство Новочебоксарского троллейбусного управления рассчитывает на включение предприятия в республиканские и федеральные программы. А в этом году для поддержки социально значимого транспорта из бюджета города Новочебоксарска выделено 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату электроэнергии. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. МЧС России по Чувашии провело локальные учения. На этот раз спасатели тушили условный пожар в здании железнодорожного вокзала. Алло? Улица правовокзальная, дом 1. Пожар в здании, жидовокзал, медсумки, жидовокзал. Звонок на пульт диспетчерской службы 112 поступил в 10 часов 11 минут. Одновременно в здании вокзала началась эвакуация людей. По нормативам пожарные расчеты должны прибыть на место возгорания в городе за 10 минут. В данном случае им хватило 6. Боевое развертывание рукавов и пожарной лестницы занимает считанные секунды. В здании вокзала еще остались люди, 2 человека. Поэтому прежде чем начать тушить условный пожар, спасатели должны найти и вывезти пострадавших. Условному пожару присвоили вторую степень сложности. 6 единиц техники и 24 спасателя справились с задачей за 15 минут. Учения проведены плановые. Они у нас приурочены также еще дополнительно, как проходит объект международного турнира FIFA 2018 по чемпионату мира. Сегодня мы проводили именно внутри самого вокзала, скажем так. Бывают сложности, так бывает у нас на перронах. Это цистерны, вагоны с различными составами, перегонами бывают. Все мы это действие как раз отрабатываем. Люди наши подготовлены. ЧП готовы и работники вокзала. В случае возникновения пожара каждый сотрудник вокзала знает, в зависимости от своей должности, как поступать и что делать, как действовать в нестандартных ситуациях. С небольшим очагом возгорания мы сели сами потушить. У нас имеется 10 пожарных кранов, огнетушителей в достаточном количестве. Учения МЧС проходят регулярно. Особое внимание уделяется отработке оперативности и слаженности в местах массового пребывания людей. Поэтому в следующий раз планируется тушить условный пожар на центральном автовокзале Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok